Всем привет! В эфире Универ Ньюс. С вами я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, смотрите сегодня. Причина обмеления рек Татарстана. КФУ выиграл грант Британского совета для проведения молодежной школы-конференции. В Казанском университете стартовал проект под названием «Инста-ЕГЭ». С 16 по 18 сентября 2019 года в Великобритании состоится молодежная школа-конференции «ЮК Раша Джейнам Воркшоп-2019». От Казанского федерального университета в работе школы-конференции примут участие три наставника. Все подробности в следующем сюжете. КФУ и Натингемский университет объявляют конкурс на отбор участников молодежной школы в Великобритании. Казанский университет выиграл грант Британского совета для проведения молодежной школы-конференции, посвященной современным проблемам геномики. Сама конференция посвящена современным геномным технологиям, что очень актуально во всем мире, и в России в частности. Сейчас в национальных проектах геномным технологиям уделяется очень большое внимание. И эта конференция поддержана Британским советом. Это одна из крупнейших организаций в Британии, которая поддерживает в том числе и международное сотрудничество в области научных исследований. С 16 по 18 сентября 2019 года в Великобритании состоится молодежная школа-конференция. Грант предполагает финансовую поддержку поездки 23 участников из нашей страны. Со стороны России будет поддержано 23 заявки, со стороны Британии, по-моему, порядка 15 заявок. Но они там играют, условно говоря, на своем домашнем поле, поэтому, конечно, участников будет больше. Это только те, кто получит непосредственную финансовую поддержку на поездку. С нашей стороны это будет три наставника от Казанского федерального университета. Это я, провектор по биомедицинской деятельности Андрей Павлович Киясов и один из наших ведущих приглашенных ученых, наш бывший выпускник Олег Бусев, который сейчас работает в Рикене в Японии. Школа-конференция организована для молодых ученых. На основе открытого конкурса будут отобраны лучшие кандидатуры, которые получат финансовую поддержку. Конференция посвящена молодым ученым. Это, по определению, в Европе это ученый, который получил степень PHD, эквивалент кандидата в наук, не позднее, чем 10 лет тому назад. И, к сожалению, поэтому аспиранты и студенты не могут быть поддержаны через оргкомитет. Но, например, из моей лаборатории однозначно едет несколько человек, как я уже сказал, мы их поддерживаем и с других источников финансировали. Мероприятие организовано в рамках программы повышения конкурентноспособности КФУ. Казанский федеральный университет является участником программы повышения конкурентноспособности, так называемой программы 5.100. И, безусловно, все наши активности, все наши взаимодействия с зарубежными коллегами, они, безусловно, выстраиваются в рамках этой программы. Тем более, что Натингемский университет является уже университетом, который входит в топ-100 мировых рейтингов. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. Проект Казанского федерального университета ИнстаЕГ стартовал 14 мая. ИнстаЕГ – это часовая трансляция, где преподаватели рассказывают о том, как успешно сдать ЕГ по разным предметам. Подробности далее. В Казанском федеральном университете стартовал проект ИнстаЕГ. Это серия бесплатных онлайн-консультаций по сдаче ЕГ, которая проходит в Инстаграме. Что нужно будущим абитуриентам, тем, кто сейчас заканчивает школу, я понимаю, какой это стресс. И хочется услышать какую-то поддержку, где-то узнать побольше информации о том, что тебе предстоит. 14 апреля прошла первая консультация с доцентом Химического института имени Бутлерова Аркадием Курамшиным. Он поделился секретами успешной сдачи экзамена по химии и ответил на все вопросы. Это первый наш такой опыт именно в таком формате, именно консультаций. Поэтому мы думаем, что будет много и вопросов, и откликов тоже будет много. Консультации по другим предметам будут проходить в официальном инстаграм-аккаунте КФУ. Следите за новостями. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет представил свои научные проекты на Международном салоне изобретений в Женеве «Инвеншнс Женева». О том, как прошел самый крупный авторитетный из форумов подобного рода, мы расскажем в следующем сюжете. Международный салон изобретений в Женеве это крупнейший в мире и один из наиболее авторитетных форумов подобного рода. В этом году мероприятие собрало более тысячи экспонатов из 40 стран мира. Сам факт получения золотых медалей, там же очень серьезная экспертиза. Проекты не просто как бы где-то висели стенды. Проекты представлялись, презентовались авторитетному международному жюри. Жюри оценивало их по широкому ряду критериев, очень серьезных критериев. Мы считаем, что это очень высокая оценка. Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями, в частности опорно-двигательной системы, такими как артрит и артроз. Он лучший сейчас в мире по целому ряду параметров. Во-первых, он лучший в мире по лечению хронических воспалительных всяких патологий. Потом у него, пожалуй, максимальный среди всех имеющихся нестероидных противовоспалительных лекарств анальгетический эффект, то есть обезболивающий. И еще у него рекордная безопасность. Наш препарат, он практически безопасен для желудка. У него очень высокие летальные дозы. Вторым препаратом является добавка, которая способна в несколько раз усилить действие препаратов против большинства видов рака. Основным преимуществом препарата является то, что он был создан совершенно на новом ряду, новом соединении компонентов. У нас структурно новый класс абсолютно соединений. Такого класса еще нет, чисто структурно. Во-вторых, как нам кажется, мы разработали наиболее безопасный препарат такого рода. Потому что, опять же, наши исследования свидетельствуют о том, что на животных моделях, что он весьма безопасен. При испытании на мышах и кроликах применение добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогло замедлить рост опухоли. А в ряде случаев помогло ее полностью вылечить. О том, как препарат будет действовать на людях, станет известно после 2020 года. Клинические испытания добавки намечены на 2019-2020 годы. При успешном прохождении тестирования на людях препарат сможет поступить в продажу к 2024 году. По обоим препаратам мы планируем выйти, начать эти исследования клинические в этом году, в 2019. Стоит отметить, что проекты лекарственных средств, представленные на выставке, входят в список восьми препаратов, разработанных КФУ в рамках работы научного образовательного центра фармацевтики, организованного по федеральному проекту «Фарма-2020» с целью создания производства отечественных лекарственных препаратов, превосходящих по эффективности и безопасности все существующие на мировом фармацевтическом рынке аналоги. Алсу Сатарова, Диана Шилова, Ленардо Литьяров, Универньюз. В Татарстане появилась серьезная экологическая проблема с обмелением рек. Его причиной стало сильное понижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. Волга, Каама, Казанка, Свияга и другие реки подверглись этой проблеме. В чем причины и каковы последствия этой ситуации, вы узнаете в следующем сюжете. Снижение количества видов приводит к снижению процессов самоочищения, потому что все гидробионты участвуют в процессах самоочищения и в продуцировании доброкачественной воды. То есть фактически от них зависит качество воды. Эксперты отмечают, что увеличение уровня воды в Куйбышевском водохранилище не решит появившуюся проблему с реками. Наши кафедры проводового устройства водопользования именно готовят специалистов в области эко-реабилитации, восстановления водных объектов. И есть, конечно, ряд мероприятий, которым можно улучшить ситуацию. Это может быть посадка в водных болотах растений, это может быть зарубление отдельных участков водного водохранилища, в севых участках рек. Это может быть посадка, скажем так, моллюсков, фильтраторов. Ряд таких мероприятий является необходимым, но лишь частично решает проблему. А экологическая ситуация может нормализоваться только через несколько лет. Артем Топичкин, Универньюз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова